Едем А в каком году это было? Это в драмтеатре, там где вот в центре, да, было это? Жалко я его, что бараны хорошо, а олени лучше. Ну, в школе учился так, по-моему, если мне память не изменяет, где-то 78-79, может быть, год. Да, в Доме культуры, как раз Дом культуры, вот этот новый, в центре, возле третьей школы построили. Его построили раньше, его, по-моему, сдали в начальных классах, были его строили, помню, еще по стройке лазили там. Где-то в 75-м, я думаю, Дом культуры сдался, ну, примерно, говорю, Магвоши. Вот он в конце 70-х был в Каражале, да. Ну, раньше многие приезжали, это так, артист Нигматуллин, что в «Пиратах 20-го века». Его, помню, потом этот Коренев, который в Ихтиандре главную роль играл, его, помню, ходили, ну, там молодежные ходили на встречи с этими. В советское время все-таки культурная жизнь была, как ни крути, ансамбли разные приезжали. Это было, да. А Коренев Ихтиандра играл в фильме «Человек-амфибия». Наверное, ты тоже помнишь этот фильм, по нескольку раз ходили смотреть в кинотеатр. Да, «Человек-амфибия», наверное, каждый год смотрели, каждый сезон. Были такие, действительно, фильмы, которые я там, не знаю, по пять раз, наверное, смотрел, да. Если взять про индейцев, так это вообще там все по кругу шло. Винни-Ту, Чингачкук, там «Ночь у кого разбуди», да, там все-все-все герои уже знали. Индийские фильмы крутили тоже каждый сезон, там все плакали. У нас скорожали, в кинотеатр был, и прикнест было не так много, как если индийский фильм или там про индейцев, или про индейцев, да, без разницы, что индейцы, что индейцы были фильмы популярны с обоих сторон. Там, конечно, воевали бледнолицые и все такое. А здесь в основном брат брата убивал, да, как в индейских фильмах, там музыка, танцы, смерть, там все-таки. Все на эмоциях, да, весь зал сидит, плачет, все плачут, места нету, да, вот мы маленькие, когда были пацанятами впереди. Ну и еще центральная песня у него «Везу тебя в тундру». В этом, помню, такой костюм у него из меха выходил. Ну, настоящий Чупча. Молодец, он же в Сопоте какое-то место занимал, может, не первое, не помню, в каком-то 80, вот международный конкурс Сопот, 87 или 86, не помню, он от Советского Союза занимал какое-то ведущее место там. Переди, перед экраном было всегда такое пространство, так оно полностью на полу, да, там стульев не было. На полу оно было полностью забито детьми, так, прямо так сидишь и смотришь вверх на этот экран, потому что мест в зале не было, я не знаю, он был небольшой, маленький, да, на весь старый каражал, такой маленький кинотеатр. Вот мы на полу сидели там, ну, когда были совсем маленькими. Или кто-то, например, в зале сидел, там кто-то у кого-то на коленках, да, вот если фильм хороший, до того все переполнено было, что люди вынуждены, молодежь там, например, или кто, ну, родители дики так держали на коленках, а еще вот бывало, я это помню, переполненные залы были, всегда был такой аншлаг. Ну, а что, интернета не было, ничего не было, да, естественно, только кинотеатр, и вот по кругу все фильмы крутили каждый год.